привет это навальный и это расследование мы придумали еще когда я находился в реанимации но сразу договорились о том что выпустим и его только когда я вернусь домой в россию в москву потому что мы не хотим чтобы главный герой этого фильма думал о том что мы его боимся и что я буду рассказывать о его самом страшном секрете находясь за границей и один из этих зрителей самый преданный поклонник нашего творчества по приказу которого меня отравили владимир путин вот он точно смотрит сейчас и сердечко его сжимается от ностальгии у нас не просто расследование в каком-то смысле психологический портрет что ли очень хочется понять как обычный советский офицер превратился в безумца помешанного на деньгах и роскоши не просто помешанного а буквально готового разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом поэтому вот здесь очень символическое место для того чтобы начать наш фильм я в дрездене а вот в этом неприметном панельном здании чертили свои первые коррупционные схемы те кто позже устроит самое большое ограбление в истории россии они просто украдут все национальные богатства их лидер 33-летний володя путин будущий самый богатый человек планеты жил здесь в те времена все было просто и уровень злодеяний примерно соответствовал уровню этого здания владимира владимировича занимала как же используя служебное положение разжиться хорошей импортной магнитолой но в принципе не методы не круг доверенных лиц не изменились просто тогда их интересовали магнитолы а сейчас огромные государственные предприятия они сидели на торжественных мероприятиях и зачитывали речи просто в те времена они славили дедушку ленина и клялись в предности идеалам коммунизма а сейчас они крестятся в церквях и учат нас духовности и консерватизму сегодня мы увидим то что считается невозможным увидеть вблизи мы зайдем туда куда никого не пускают мы пойдем в гости к путину своими глазами убедимся в том что это человек своей тяги к роскоши к богатству спятил совершенно узнаем чьими деньгами и как финансируется эта роскошь и как в течение последних 15 лет дается самая большая взятка в истории и строится самый дорогой в мире дворец путин мелкий сотрудник кгб выдающий себя сейчас за великого шпиона приехал в дрезден в 1985 году вау разведчик ему хочется чтобы мы так думали на самом деле рядовой сотрудник даже не секретной резидентуры а просто официального представительства кгб в дружественной советскому союзу восточной германии сейчас придворные пропагандисты обожают романтизировать тот период жизни путина владимир владимирович внедрялся в логово врага на самом деле вот это здание такое теплое местечко где куча бездельников типа путина сидели на партсобраниях и награждали друг друга памятными подарками совсем как сейчас 21 ноября 1987 года нарядный путин вы не поверите на балу братьев по оружию мероприятие посвящено дружбе кгб и штазе великой октябрьской революции и неминуемой победе социализма во всем мире в этот день путину вручали награду золотой значок как символ дружбы между германией и советским союзом дружбы с советским союзом стало велением сердца каждого гражданина гдр сейчас эту ценность можно приобрести в интернете за 3 евро весь вечер путина его коллеги зачитывали длинные речи пили советский коньяк смотрели слайды и трепетали от гордости и верности идеям марксизма ленинизма меньше чем через два года от всего этого не останется и следа будет уничтожена берлинская стена восточной германии вместе со штазе и представительствами кгб перестанут существовать система построена на лжи и репрессиях рухнула но оставила после себя одно очень важное наследие архивы увы несмотря на мечты и ожидания путину не удалось в дрездене построить ни карьеру не разбогатеть но зато он познакомился с теми людьми которые впоследствии станут его главными кошельками хорошо вооружившись белыми перчатками не помогает дэвид корреспондент немецкого издания корректива вот здесь это путина будем смотреть эту фотографию мы с вами уже видели владимир путин получает золотой значок но не все обращали внимание на вот этого господина а это никто иной как сергей викторович чемизов ныне глава корпорации ростех он служил вместе с путиным и таким образом на этой фотографии мы видим двух богатейших людей россии ну путин наверное самый богатый человек в мире а чемизов ну точно входит в пятерку самых богатых людей нашей страны через 30 лет он все еще рядом но уже как госслужащий миллиардер просто очень интересно насколько немцы все тщательно записывали немцы вот здесь вот программу вечера и написано что в 18 часов будет специальный тост произнесен в честь представителей представители принимающей стороны и каждому выдадут глаз стакан советишен коньяк советского коньяка ну и дальнейшие они произносят такие торжественные речи хвалят товарища ленина хвалит социализма дарят друг другу сувениры и в согласно программе не позднее чем в 19 45 владимир владимирович у нас тут две книжечки с фотографиями вот эту одну многократно показывали по телевизору вы много раз видели это удостоверение штазе на нем имя путин владимир владимирович есть такое же удостоверение и на нем какой-то очень симпатичный человек это николай петрович токарев человек возглавляющий транснефть он в отличие от чем из его свою работу в кгб никогда не подтверждал и в его официальной биографии есть 20-летний пробел и работа в горно-рудной промышленности ну вот мы закрыли этот пробел номера этих удостоверений отличаются на одну цифру а вот документ это телефонная книжка штазе в ней есть раздел товарищи друзья заходим сюда смотрите телефонные номера совпадают у майора токарова и майора чемизова то есть они буквально сидели в одном кабинете и стало их были очевидно рядом именно здесь в дрездене путин определил свои главные жизненные принципы которые позже станут основой российского государства первое всегда говори одно а делай другое ложь и лицемерие это самые эффективные методы работы второе коррупция основа доверия твои главные друзья это те кто много лет ворует и мошенничает вместе с тобой и самое главное денег никогда не бывает слишком много начало 90-х ленинград подумайте сами насколько крутым шпионом был путин в дрездене если по возвращению из командировки в ленинград его отправили на мало перспективную работу в университет там же работала его старый университетский товарищ николай егоров это один из малоизвестных но ключевых из самых доверенных путинских людей в 70-е годы егоров и путин сидели вместе за одной партой дружили вместе с ним обделены вниманием и два других путинских однокурсника и самых близких друга того времени ильга мрагимов и виктор хмарин тогда их объединяло увлечение борьбой запомним их в девяносто первом году тот же егоров оказал путину услугу изменившую жизнь будущего президента навсегда он рекомендовал путина на работу в мэрию санкт-петербурга в комитет внешних связей сейчас ужасно занятно вспоминать эти страницы биографии путина он ведь у нас любит рассказать как переживал развал ссср крушение советского союза была крупнейшей геополитической катастрофой века он осуждает 90-е ильцинизм демократов и всех вокруг называет иностранными агентами я не буду называть банды тех людей которые были которые были у руля в там в 90-х годах но хочу отметить что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера промышленность оборонка мы утратили оборонку мы практически развалили вооруженные силы довели страну до гражданской войны до кровопролития на кавказе а в те времена путин сверкая пятками побежал работать на одного из главных демократов тех времен радикального критика ссср анатолия собчака и вот оно совершилось человек мечтавший всю жизнь о деньгах до этих денег наконец дорвался оказался на должности где есть что красть где дают взятки и здесь наш владимир владимирович развернулся самая известная и хорошо расследованная тема это экспортные лицензии путин занимался выдачей таких лицензий фирмам которым разрешалось продавать нефтепродукты лес алюминий медь хлопок любое сырье за границу в обмен на еду буквально нефть в обмен на сахар и картошку лес в обмен на детское питание сообщил о том что но на украине закуплено подготовлены к отправке у нас петербург без половины тысячи тонн сахара каким уже выходим из плажи не будем говорить гоп пока не перепрыгнем путин лично распределял лицензии и как выяснилось потом отдавал их фирмам однодневкам связаны в том числе и с ним и с его друзьями и схема была элементарной сырье уходила за границу фирмы прокладки получали за него деньги а продукты по не приходили это это наша родина это самое дорогое что у нас есть одним из главных мест заработка для путина был морской порт место легендарное один из символов бандитского петербурга в начале 90-х этот стратегический объект превратился в криминализированную территорию где стреляли убивали непрерывно что-то делили порт контролировался одним из самых известных тогда криминальных авторитетов ильей трабером по кличке антиквар но бандиты бандитами всякие бумажки и разрешения все равно надо подписывать и оформлять вот этим и занимался чиновник путин формально он представлял интересы государства фактически просто помогал этим бандитам работающим в порту обслуживал их интересы был полезным подручным в мэрии который мог помочь настоящим крутым парням решить их вопросики ну например нефтяной терминал в порту трабер председатель совета директоров еще одну акционерную долю контролирует глава тамбовской опг геннадий петров ну а путин и тут я сошлюсь не на кого-нибудь аж на руководителя газпром нефти александра дюкова который тогда был гендиректором терминала оказывал проекту серьезную помощь и поддержку и очень легко увидеть кому еще путин оказывал серьезную поддержку нефтепродукты через терминал поставлял за границу геннадий тимченко будущий миллиардер главный торговец российской нефтью и один из самых известных друзей путина фамилии у них какие-то странноватые тимченко типичные москали думаю что мне нужно держаться от них подальше именно тогда началась история его сверхприбыльного бизнеса нефтетрейдера гунвор когда путин стал президентом четыре из пяти главных нефтяных компаний нашей страны продавали свою нефть за границу не напрямую а через швейцарского посредника гунвор таким образом тимченко не делая ничего зарабатывал просто немыслимые деньги на протяжении всего времени существования гунвора считалось что путина есть там секретная доля и даже минфин сша официально утверждал что у путина есть доступ к деньгам гунвора но на кого эта доля была записана много лет было непонятно а потом выяснилось в гунворе все это время был секретный акционер петр колбин никто не понимал откуда взялся этот удивительный акционер как у человека который сам говорил что бизнесом не занимается могли бы быть миллионы долларов для инвестиций в гунвор и в шестнадцатом году журналисты раскопали что петр колбин это закадычный друг детства путина они росли в одной деревне вместе ходили на дискотеки дружили семьями и стало очевидно что колбин все это время был держателем путинской доли вот вы сидите и думаете сейчас что же получается путину прямо платили взятки в конвертах да один из участников петербургских разборок 90-х максим фрейдзон рассказал в интервью как работал схема взаимодействия с мэрией санкт-петербурга если требовалось что-то оформить нужно было прийти в комитет внешних связей послушать церемониальную речь о важности экономического партнерства а потом путин просто писал на бумажке нужную сумму отката небольшую 10-20 тысяч долларов и добавлял что оформлять то есть заносить нужно у его помощника лёши миллера сейчас лёши миллер в представлении не нуждается почти 20 лет он возглавляет наше национальное достояние газпром оформлять взятки у него явно получается лучше чем управлять госкомпанией в 2008 году миллер хвастался что через семь восемь лет газпром станет самой дорогой компанией в мире с капитализацией в триллион долларов в тот момент газпром стоил 360 миллиардов прошло 12 лет и капитализация газпрома около 70 миллиардов то есть она не выросла а упала в пять раз идеальный пример того как сработала путинская команда но мне не стыдно за мои друзей но и самое главное историю чиновника путина невозможно рассказать без истории банка россия не было бы россии не было бы путина этот банк был создан еще ленинградским обкомом кпсс но в девяносто первом когда и кпсс и обкомы вместе с ней перестали существовать мэр петербурга собчак распорядился реорганизовать этот банк привести в порядок активы и на их основе сделать нормальную коммерческую структуру которая помогала бы экономике бедствующего санкт-петербурга и поручил это путину путин справился правда акционерами нового банка оказались сплошь и рядом его путинские друзья в первую очередь конечно юрий ковальчук он стал и по сей день является главным акционером и управляющим в начале девяностых россия была просто небольшим банком при мэрии а сейчас это гигантский банковский монстр который обслуживает главных коррупционеров страны и хранит личные деньги путина указания управления делами чтобы туда переводили мою заработную плату все незаконно нажитое подарено и украденное путинской бандой лежит в сохранности тут у банка очень по моему излучное символичное название он так и называется россия несмотря на то что со времен питерской мэрии прошло три десятилетия многие из вас тогда еще даже не родились вы прекрасно знаете всех участников тех легендарных событий посмотрите на доску почета только одного комитета который возглавлял путин на ней прямо вся команда взяточников которые когда-то делила деньги из конвертов который брал лёша миллер медведев стал премьером и президентом миллера посадили на газпром зубков тоже премьер-министр и газпром сечин секретарь и носильщик путинского портфеля был министром правительства а сейчас глава роснефти прямо неофициальный список forbes какой-то а вот чуров его поставили фальсифицировать выборы чтобы неугодные кандидаты не избирались и не мешали воровать марина янтальцева стала главой протокола путина в соседних кабинетах сидели герман греф ныне глава сбербанка кудрин глава счетной палаты козак бывший министр а сейчас в администрации президента и множество множество других больше 30 лет они чиновники и сидят у власти а нам любят рассказать как они против проклятых 90-х они и есть олицетворение всего худшего что было в 90-х и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok